Это, пожалуй, одна из первых детских площадок, приспособленных для детей с ограниченными возможностями. Находится она в сквере Серебряной. Всего в городе 368 дворов отремонтировали с учетом потребностей маломобильных жителей. На площадках пониженные бордюры, пандусы и не только. Для того, чтобы сделать город дружественным для инвалидов, работают специальные районные комиссии. В их состав входят колясочники. Они на себе тестируют городские пространства и пишут в отчете, что нужно исправить и доделать. Очень удобный формат. То есть застройщик делает, в момент ремонта можно еще что-то исправить. Если в прошлом году было, мы принимали уже готовые объекты дорожной транспортной сети, то сейчас на момент строительства, пожалуйста, были штабы у нас. То есть было пять групп, которые работали. В каждую группу входил человек на коляске. За два года для маломобильных групп в соответствии с требованиями было сделано 483 пешеходных перехода, 322 остановки. В этом году закупили 48 низкопольных автобусов. В зоопарке Ройф Ручей появилась комната матери-ребенка, которая приспособлена для детей с инвалидностью. В том числе есть помещение для детей с психоневрологической патологией. Чтобы выявить слабые моменты и определить приоритеты в развитии доступной среды, в администрации проходят собрания. На них присутствуют руководители департаментов, районов и сами люди с ограниченными возможностями. Во главе стола мэр Красноярска. На последнем таком совещании поступило много жалоб на Красноярский аэропорт. Общественники привели несколько примеров. 15 минут бесплатного нахождения на парковке слишком мало для того, чтобы высадить инвалида и вынести из машины все его вещи. Служба сопровождения аэропорта не хватает физически сильных людей, способных поднять взрослого человека, чтобы пересадить пассажирское кресло самолета. А заниженных бордюров слишком мало. Все жалобы пообещали рассмотреть в ближайшее время. И может быть вообще все-таки еще посмотреть, когда будете проводить тестовые мероприятия, так может быть их назовем еще, все-таки посмотреть, у вас же там предприятия тоже разные, за терминал одни отвечают, ну и как я знаю, за парковочное пространство, другие организации, чтобы все-таки какой-то был единый колл-центр. В скором времени люди с ограниченными возможностями смогут установить на свой телефон приложение «Инклюзив-24». Его сейчас разрабатывают. В нем будет информация о трехсотнях в социально значимых объектах города. Сейчас мы работаем над городской картой доступности, которая позволит, опять же, тем, кто в этом нуждается, получить информацию о том, какие места досуга и отдыха могут быть доступны для наших горожан. Значит, мы вот сегодня уже обсуждаем вопросы доступности наших православных храмов. Это тоже новое направление. Вот, я же говорю, есть запрос от горожан, и, соответственно, наша задача все это услышать и, ну, запланировать. В ближайшем будущем участники районных комиссий поедут проверять объекты универсиады, чтобы главный спортивный праздник был доступен для всех жителей и гостей города. Антон Шевчук, Алексей Егоров, Фонтова Новости.